Поважаемые члены президиума, уважаемые коллеги, друзья, позвольте представить наш скромный опыт, он не очень привычный, вот этот первый доклад, потому что он касается всего трех наблюдений. Но чтобы к ним выйти, я начну немножко издалека. Мало кто, наверное, в зале, да и вообще в хирургическом, онкологическом мире сталкивался именно с метастатическим поражением поджелудочной железы. По разным данным, это не так много, это всего до 3% от всех злокачественных поражений. Наиболее часто встречаются поражения вторичной метастатической рака почки, а все остальное уже как казуистика. Кто-то видел, чаще всего нет. И здесь, в основном, первое место на себя, одеяло на себя тянут в хирургии, потому что без резекции поджелудочной железы, в общем-то, здесь ничего другого пока и не придумано. Это мы посмотрели данные литературы, где-то около 30 за последние 15 лет, по крайней мере, по данным интернета, есть публикации из них, основная масса получилась российских авторов. В основном, это онкоцентр имени Блохина. Наша публикация у нас 2007 года, 14 наблюдений метастазов в поджелудочной железе только рака почки. Я попрошу обратить внимание на эту методичку, которой, к сожалению, у меня нет указки. Слева вверху это методические рекомендации онкоцентра имени Блохина. И вот на основании этих рекомендаций видно, что, в принципе, здесь поле деятельности для хирургов. Образование вторичное в поджелудочной железе должно быть удалено. Все, спасибо. И целесообразность одеванно-лекарственного лечения, поскольку нет каких-либо значимых изысканий статистически достоверных, вот по мнению авторов, вот эта методическая рекомендация, вот сомнительно применение одеванного лечения. Ну, криво, деструкция и печени, и поджелудочной железы, всю историю знает присутствующие здесь, не хуже меня. Я хочу остановиться, но вот еще раз подчеркнуть роль Бориса Ильича Альпировича. Это человек, который, в принципе, наверное, создал и российскую школу, это уж точно, и большой вклад в мировую школу. Это доска, которая расположена на стене кафедры, которую руководил последние 26 лет Борис Ильич. Это в Томске кафедра хирургии Сибирского медицинского университета. Это вот самый первый кривоаппарат, на котором вот Борис Ильич и его сподвижники, профессор Мизликин и все, кто потом к этому движению использовали. Это наши приборы, на которых мы работаем. Крио Эрби, Крио МТ, Крио 0.1, аппликаторы из искусственного сафира и прозвучавшие сегодня здесь кривоаппликаторы из никелита титана. Параметры воздействия тоже уже сегодня озвучены. Это все знают, что быстрая заморозка длительного отогревания, обязательный контроль мы считаем ультразвуковой, кроме визуального. Соответствующие размеры образования не больше, меньше можно. Ну и характеристика наших больных. Всего, прежде чем перейти к тем трем пресловутым клиническим примерам, которые являются темой доклада, пока мы на них вышли, вот такой опыт мы накопили, 92 пациентов были пролечены с применением криодеструкции. Аденокарцинома у 90% пациентов, циста аденокарцинома 6, вот эти вот пресловутые 3 метастаза, это 3%, размер до 7 см. У 7 пациентов получилось так, что кроме криодеструкции поджелудочной железы было еще выполнено удаление либо криодеструкция метастазов рака поджелудочной железы в печень. И обходные анастомозы были выполнены больше, чем в 50% наблюдений, а стентирование в до и в после вмешательства криодеструктивному было выполнено у практически четверти больных. Всем больным. В последующем была выполнена дивантная химиотерапия, в 10 случаях дополненная региональной химиоэмболизацией. Эффект зависит, чтобы очаг был соответствующих размеров очень плохо, когда он больше 5 см, но то, что уже прозвучало, температура минус 180, трехкратное воздействие, принцип быстрозаморозка и медленно оттаивания, соответствующее воздействие, не нужно больше, плохо, если меньше, ну и чтобы зона попала воздействие именно в сам очаг криодеструкции. Показания. Поскольку я хирург и онколог в одном лице, самое лучшее вмешательство – это все равно хирургическое вмешательство в последующей химиотерапии. Мы используем криодеструкцию, когда по разным причинам нельзя выполнить хирургическое вмешательство. Показания к проведению криодеструкции – это, на наш взгляд, с учетом двух консилиумов. У нас эти больные проходят два консилиума – это онкологический консилиум и абдоминальный консилиум. Когда оба консилиума принимают решение, что да, операция по тем либо причинам невозможна или уже какие-то осложнения в ходе операции, вот это и есть наше поле деятельности для выполнения криодеструкции поджелудочной железы. Это нерезектабельная опухоль поджелудочной железы, это вовлечение непарных висцеральных магистральных сосудов. Выраженный болевой синдром мы считаем тоже один из показаний к проведению данного вмешательства, ну и общие противопоказания к проведению хирургического вмешательства. Противопоказания – это прорастание магистральных сосудов, когда мы знаем, что заведомо, что здесь возможны осложнения, допустим, либо близкое прилижание к очень крупным сосудам типа аорты, и диссиминация также к полым органам, ну и диссиминация опухолевого процесса. Ну вот клинический пример – это рак поджелудочной железы, как это выглядит до и сразу после криодеструкции. Это обзаборозки и внешний вид после, непосредственно после криодеструкции, применение внизу нижний ряд аппликаторов из никелида титана. Как видите, мы не боимся, за раз можно два, три, четыре, пожалуйста. Чем хорошо возможность формирования открытой, чем хороша открытая операция, открытое вмешательство, возможность сразу же формировать обходные анастомозы при нерезиктабельной опухоли поджелудочной железы. Обязательно считаем интероперационное мониторирование. Вот так выглядит зона поражения до криодеструкции. Это формирование айсбола в ходе операции. Ну и это процесс медленного оттаивания. Вот еще не до конца отошло. Мы мониторируем все этапы. И самое главное смотреть после, как только оттаивает. Вот именно здесь так раз формируются и кровотечения, и другие осложнения. И вот этот здесь ультразвук нам необходим, по крайней мере, исключить какие-то ближайшие послеоперационные осложнения. Мы используем датчики, в смысле аппликаторы соответствующего размера. Не так много у нас с использованием аппаратов, которые я уже озвучил, Крио МТ и ЕЛАТЬМА-01, ЕЛАМЕТ-01. Там есть лапароскопические насадки. Всего три вмешательства на печени. Лапароскопических у нас получилось. На поджелудочной железе ни одного вмешательства мы не выполнили. Не очень удобно. Но зато вот у открытых вмешательств есть свои плюсы. Это более точное позиционирование. Это возможность формирования обходных анастомозов. Возможность обработки опухоли больших размеров, чем хотелось бы. Но есть свои минусы. Это большая послеоперационная рана. Но, соответственно, еще большая продолжительность дохождения пациента в стационаре. Осложнения. Их не так мало. В ближайшем послеоперационном периоде почти 20%. Но они все приходят, в общем, по клавьен-диндо. Это первая-вторая стадия. Основная масса летальных исходов не было. Единичные осложнения, которые потребовали какого-либо вмешательства. Здесь в предыдущих закладах прозвучало, что 100% снятие болевого синдрома. У нас таких данных, к сожалению, не получилось. Да, болевой синдром уходит, особенно в поджелудочной железе, но далеко не у 100%. Полное оккупирование болевого синдрома почти 40%, чуть меньше, а значительное снижение еще 42%. То есть и того, то 80%. 20% остаются такие же боли, как и были. Ультразвуковой мониторинг первые сутки после криодеструкции, вторые сутки после криодеструкции и через 3 недели. Ультразвук не может сказать, насколько адекватно произошло вмешательство. Ультразвуком мы определяем только наличие послеоперационных осложнений. Не более того, эффективность ультразвук не определяет. Самое лучшее, на взгляд, исследование для определения адекватности воздействия – это магниторезонансная томография. Вы видите данные до криодеструкции, через 6 месяцев, через год и через полтора года зона вмешательства на поджелудочной железе. Нет учреждений магнитного томографа. Возможно, да, возможно, приведение компьютерной томографии. Хуже результат, не так четко видно, но если есть данные КТ до и после, пожалуйста, тоже на этом можно сыграть. Это, по крайней мере, какие-то значимые и осложнения вы увидите, но и за зоной, и при наличии соответствующего опыта, за зоной воздействия тоже можно смотреть. Данная электронная микроскопия после трехкратного воздействия мы видим внизу полное разрушение внутриклеточных структур раковых. Сегодня уже прозвучала роль криодеструкции на стимуляцию иммунной системы, аутоиммунной системы. Вот это наши данные. При оценке клеточного иммунного звена к седьмым суткам достоверно повышается клеточный киллерный потенциал, по нашим данным, что, в общем-то, предполагает усиление специфического противоопухолевого иммунитета и иммунорегуляции. Что касается фагоцитарного иммунного звена, после криодеструкции отмечается функциональная активация фагоцитарных клеток, участвующих в антиген презентации и элиминации чужеродных антигенов. В том числе, это более важно для нас, противоопухолевый организм сам стимулирует свою борьбу против своего же собственного рака. Ну вот они, наконец-то, вот эти три клинические примеры. Не так просто было решиться на этого пациента. Все больные непростые. Больного с 62-х лет. В 2010 году выявлен рак левой почки. Была выполнена нефрактомия. Через три года выявлен рак оставшейся единственной почки. Лапроскопическая резекция единственной оставшейся почки. Осталось меньше половины почки, не пораженной раком, на чем больной жил. Жил с явными проявлениями хронической почечной недостаточности, своими проблемами. Потом присоединились проблемы и с сердцем, с дыхательной системой. То есть больной был очень непростой. Светлоклеточный рак, по данным орфологического исследования. И вот в том же году, когда было выполнено второе вмешательство на почке, было выявлено появившееся нолеобразование в поджелудочной железе до 15 мм в диаметре. Потом отмечено было через три года на фоне химиотерапии, которая производилась у больного по месту жительства, больной сам из Казани, выросло образование до 2 см. Появились выраженные клинические проявления в виде болей. И в 2016 году, в больную поступив в институт, к нам была выполнена креодеструкция метастаза головки поджелудочной железы. Двумя консервиями было принято решение о нежелательности выполнения резекционного вмешательства. Вот данные КТ и МРТ до операции. Прошло 20 месяцев. Свежие данные. Больной жив. Клиническая боль ушла. Вот так выглядит зона креодеструкции через без малого 2 года. Данные этого же больного. Вот на пятые сутки после креодеструкции был отмечен полный дисбаланс иммунной системы. То есть организм пока не мог понять, против чего и как ему бороться. А вот через полтора года произошла нормализация иммунного статуса. При этом было отмечено продолжение активации противоопухоли иммунитета. По данным наших иммунологов. В общем-то, видим, благодаря чему больной и жив. Следующий клинический пример. Также не очень простой больной. В 2015 году летом была выявлена опухоль левой лобной доли. С выраженным перифокальным отеком. На нейрохирурги поработали. В 2015 году было выполнено удаление опухоли. Морфологически это метастаз меланома в головном мозге. Первичный очаг не был выявлен. Было произведено 3 курса химиотерапии. В последующем, в этом же году, по поводу первичного образования, верхней доли левого легкого была выполнена резекция нижней доли левого легкого. Также проведение уже таргетной терапии, полихимиотерапии. Потом еще одна операция, расширенная уже верхняя лобоктомия слева. Также по поводу метастазов меланомы первичный опять же не был выявлен. И больной к нам обратился по поводу образования, которое летом, два года назад, было выявлено в поджелудочной железе. Также с участием двух консилиев было принято решение о отказе в резекционном вмешательстве и первичного очага нет, и есть явное прогрессирование. Была выполнена креодеструкция вот этого образования в головке тела поджелудочной железы. То, что вот картинка внизу, представлено, как это выглядело. Вот так это выглядит через 16 месяцев, по данным МРТ. Было выполнено ПЭТ-КТ. Есть сомнительные зоны вверху в области первичных вмешательств на легком, где-то там. Вы видите, что в брюшной полости ничего не красится. Данных за рецидив, пока я имею в поджелудочной железе, нет. Больной жив на сегодня. Продолжает активный образ жизни. Продолжает работа человек-преподаватель. Одного из вузов Москвы. Еще один пример. Плоскоклеточный рак легкого. Пациент был прооперирован. Была выполнена пневмоктомия слева. Причем была не очень простая операция. Через два года выявлен метастаз в теле и хвосте поджелудочной железы. Вот так это выглядело. По данным МРТ, довольно большое образование. Была выполнена криодеструкция в феврале прошлого года. Несколько подросло через три месяца это образование. Признаков прогрессирования, пока не мере отсеивания не было отмечено. Вот шесть месяцев мы смотрели, чуть больше, чем... В общем, больной умер два месяца назад. Год с небольшим он прожил. К сожалению, ярко выраженных проявлений болевого синдрома только перед смертью опять появились боли. Но уже по всему животу в связи с асцитом прогрессивно-онкологического процесса. Вот те боли, с чем он к нам пришел, их уже не было. Это литературные данные. Результаты применения криодеструкции при всех раках поджелудочной железы. Понимаете, что вот три случая считать мы не стали. Ждем еще таких пациентов. А вот то, что касается литературных данных, только вот одна статья, она сегодня, по крайней мере, попалась. Возможно, их есть больше. Возможность применения криодеструкции при метастатическом и, в первую очередь, метастатическом нас интересовало рак поджелудочной железы. В общем-то, результаты их сопоставимы с резекциями, только что больные переносят легче. Это наши данные по всем ракам поджелудочной железы. Как видите, при нерезектабельных раках поджелудочной железы возможность выживания 7%. Ну и заключение, что эта методика имеет право на жизнь, улучшается качество жизни, в первую очередь за счет снижения болевого синдрома, увеличивается продолжительность жизни. Ну и стимуляция собственной аутоиммунной системы, как мы считаем. Для нас это уже немножко доказано, работы в этом направлении продолжаются. Это тоже способствует и противораковому механизму активации, ну и, соответственно, увеличению продолжительности жизни. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Ну, у меня, так сказать, есть вопросы несколько. И меня больше всего заинтересовала проблема УЗИ-контроля при выполнении креодеструкции. Это, мне кажется, очень хороший посыл для тех специалистов, которые занимаются этой проблемой. И я имею в виду УЗИ-контроль в первую очередь во время заморозки, то есть скоро после того, как выполнена креодеструкция. Вот у вас, наверное, уже накоплен определенный опыт, и вы скажете, что этот, можете сказать, что этот метод, в принципе, надежный для определения охвата опухолевой ткани креовоздействия? Это первый вопрос. Затем, можно ли с помощью УЗИ определить зоны заморозки? Это второй вопрос. И третий вопрос. Если при ультразвуковом исследовании вы видите, что зона заморозки неполная, не вся опухоль вошла в эту зону, какие ваши действия? Вот три вопроса. Спасибо большое за вопрос. Все в одном направлении. Мы считаем, что ультразвук по камере последний, но с 2002 года мы используем креодеструкцию, по камере последние лет 5, все креодеструкции, все креовмешательства выполняются под ультразвуковым наведением и ультразвуковым контролем. Можно немножко сместить в сторону аппарат и смотреть, как формируется айсбул и как заполняет. В смысле перекрывает зону опухолевую, зону патологического очага. Если не до конца перекрыло, значит можно сместиться, усилить или повторить эту деструкцию уже с другой точки, чтобы полностью раковая ткань попала в зону заморозки. Это уже второй вопрос. И первый тоже я ответил. Мы стараемся, не стараемся, мы всем больным выполняем ультразвуковое вмешательство с целью контроля. Ну а в послеоперационном периоде и сразу же после вмешательства интероперационной в ходе лапаротомии, и в ближайшем послеоперационной периоде еще и смотрим возможное развитие, развитие, по крайней мере, проявления послеоперационных осложнений, в первую очередь, это кровотечение. Насчет зон заморозки, вы используете плоские аппликаторы, поэтому, если бы вы использовали аппликаторы зондового характера, то, наверное, может быть, в меньшей степени это касалось, хотя тоже очень важно, а вот что касается плоских. Спасибо, что определить все зоны криодеструкции, естественно, по ультразвуку нельзя. Мы видим просто айсбол и видим образование, перекрывает ли айсбол самообразование, либо не перекрывает. Это уже зоны, мы не смотрим. То есть определяется айсбол? Это и невозможно, да. Понятно. Хорошо, спасибо. Это нефологическое исследование. Спасибо. Еще вопросы? Гипертензия и врастание опухоли в нервные сплетения. Вот вы говорили, что в некоторых случаях не срабатывала операция в части обезболивания. Вот тут как-то связано с этим? Может быть, не было выполнено дренирующей операции или был не понят механизм болевого синдрома? Вот когда не достигали успеха, вы, наверное, анализировали причину? Георгий Георгиевич, спасибо за вопрос. Да, в основном эта локализация была, наверное, это была какая-то погрежность, потому что вот те ситуации, когда болевой синдром оставался, опухоль была локализована больше сзади. То есть, возможно, какое-то мы там не до конца что-то сделали, там вот давление на капсулу, когда вот, возможно, вот здесь. Потому что вот эти опухоли, боли, которые оставались, опухоль была локализована сзади поджелудочной железы. Это неудобно было. То есть, мы промораживали все, но видно, что это вот не попадалось, хоть и вроде по ультразвуку все перекрывало. Да, 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 да. Вот видно, что нужно было больше. Теперь стараемся больше перекрывать. Это тоже для нас был таким уроком, что теперь мы стараемся больше охватывать зону. Пожалуйста, еще вопрос. Спасибо. Вопрос мой касается Ваших клинических примеров по поводу метастатического поражения поджелудочной железы. Действительно, это очень редкий случай. Вот в нашем диспансере этот случай есть, он единичный. И пациент очень долго обсуждал… Это был почечноклеточный рак, метастаз его, головку поджелудочной железы. И очень долго пациент обсуждался, как тактически, как с ним быть. И было в итоге принято решение о таргетной терапии. И вот вопрос по поводу Ваших примеров. Я видел, что почечноклеточный рак у Вас все-таки запрогрессировал на фоне таргетной терапии. А вот с меланомой и раком легкого рассматривались ли эти пациенты на предмет получения иммунотерапии? И да или нет? И в итоге, почему Вы все-таки склонились к выполнению криодестрункции? Хотя этот все-таки метод действительно на данной локализации не опробован в виде метастатического поражения. Спасибо за вопрос. Со времен вмешательства у этих пациентов прошло уже два года. Это был 16-й год, они оперированы. С тех пор больше не попадались у нас метастазы поджелудочную железу. Это не так часто и случается. Вал был, потом поток пропал. На тот момент не было. В последующем, в прошлом году, из них, которые остались живы, одни были направлены. Они находились под наблюдением химиотерапевта, естественно. Но в прошлом году они вот начали, оба этих пациента, которые до сих пор остались живы, и с меланомой, и с раком почки, они были направлены на проведение соответствующего курса иммунотерапии. На тот момент мы еще к этому не были готовы. Это буквально новое направление, которое мы тоже осваиваем. Спасибо. Продолжение следует...